Джованни Франческо Радари Большинство его сказок наполнено задором и необыкновенной жизнеутверждающей энергией. Его книги учат удивляться обычным вещам, совершать добрые поступки, ценить верность и добиваться поставленных целей. Предлагаю вам послушать чудесную сказку Джанни Радари «Голубая стрела». Эта история произошла в далекой стране, где жила старая волшебница Бифана со своей служанкой Терезой. Бифана была хозяйкой магазина игрушек. И не простого магазина, а как и Бифана – волшебного. Целый год старая волшебница собирала в магазин самые лучшие игрушки, чтобы под Новый год разнести их детям. И не просто пройти тысячи домов, а облететь всех на волшебной метле. Однажды, 1 января, Бифана сказала своей служанке Терезе, пора принести новые игрушки. Витрина нашего магазина совсем пуста. Но ведь Новый год уже прошел, удивилась Тереза. Да, но до следующего праздника осталось всего 365 дней. И витрина начала снова заполняться игрушками. Вокруг игрушки индейского вождя по имени Серебряное Перо расположился лагерь индейцев. В стороне от них стоял отряд оловянных солдатиков. Впереди полковник и военный оркестр. Правее – орудие и генерал с усами. Рядом – желтый медвежонок, тряпичный щенок-пуговка. Коробка цветных карандашей, конструктор и марионетки – это такие деревянные куклы, которых дергают за веревочки. Под потолком витрины висел самолет с сидящим пилотом. Кукла Нера от восхищения не могла отвести с него глаз. А еще двухмачтовый красавец-парусник. По его мостику гордо прохаживался капертан «Недокрашенная борода». Но главное – железная дорога. Она растянулась по всей витрине. Здесь была и будка стрелочника, и вокзал с начальником станции, и машинист, и начальник поезда в очках. Расставив игрушки, Бифана с довольным видом осматривала витрину своего магазина. «Эту железную дорогу я назову «Голубая стрела», – сказала она, и, наконец, открыла оконные ставни. Солнце отсветило всю витрину. Игрушки тут же стали смотреть в окно. Вдруг витрину накрыла чья-то тень. Машинист посмотрел в сторону тени и увидел чьи-то грустные глаза. «Странно», – подумал машинист «Голубой стрелы». «Мне казалось, что дети умеют только играть и смеяться». Мальчик смотрел на чудесную «Голубую стрелу», и по его щекам текли слезы. Сами, того не замечая, одна за другой игрушки заплакали. «Мартышки, уже и плакать научились», – ехидно сказал капитан «Недокрашенная борода». Но потом почувствовал что-то странное и сразу же замолчал. Всем было жаль мальчика. Мальчика звали Франческо. Он был из бедной семьи, и родители не могли ему купить того, о чем он мечтал. Даже в Новый год он всегда оставался без подарка. Мальчик приходил к витрине каждый день, прислонялся носом к стеклу и любовался игрушками. Но больше всего ему нравилась «Голубая стрела». Так прошел целый год. За это время все обитатели витрины полюбили мальчика. Близился праздник Нового года, и игрушки начали беспокоиться. «Скоро Бифана нас всех разнесет по домам, и мы больше не увидим нашего Франческо. И сам он снова останется без подарка», – сказал щенок Пуговка. Тряпичному щенку Пуговки казалось, что он больше всех полюбил Франческо. «Почему бы нам всем не пойти к нему?» – вдруг предложил Пуговка. «Это бунт!» – воскликнул генерал. «Мы принадлежим Бифане, и нарушать порядок нельзя!» Начальник станции возразил. «Мой поезд всегда готов к отправлению, но как мы доберемся до Франческо?» «Я могу найти дорогу по запаху», – пробка ответил щенок. «И я умею читать следы на земле», – сказал вождь с серебряным пером. «Я быть согласен идти всем к Франческо». И, наконец, все игрушки поддержали щенка Пуговки. Решение было принято. Отправление поезда со всеми игрушками назначили на вечер следующего дня, канун Нового года. «Но как же я отправлюсь вместе с вами на парусники?» – забеспокоился по питанию докрашенная борода. Но умный конструктор тут же все и придумал. Игрушки рабочие под руководством конструктора соорудили для парусника платформу на восьми колесах и подцепили его к поезду. Наконец, отважные обитатели витрины заняли места в голубых вагонах, и состав тронулся. «Ту-ту!» – загудел поезд и вошел в туннель. А туннель – это дыра в стене, за которой уже был подвал. Вдруг генерал поднял тревогу. «Я вижу врага! Всем приготовиться к бою!» Послышался голос пуговки. «Стойте! Нет никакого врага! Это всего-навсего спящий ребенок! Он живет в этом подвале! Не будите его, пожалуйста!» И тут все увидели мальчика, мирно спящего в кроватке. Беглецы тихонько подошли к мальчику. На стуле возле лампы лежал листок, на котором крупными буквами было написано. «Синьора Бифана! Я так много слышал о вас, но никогда не получал от вас подарка! Я хороший мальчик, и я стану еще лучше, если вы сделаете мне хотя бы маленький подарок! Если нет, то зачем мне быть хорошим?» И начальник станции сказал, «Надо обязательно помочь этому мальчику! Мы же не хотим, чтобы он стал плохим! Кто хочет с ним остаться?» Вдруг кто-то закашлял. Вышел желтый медвежонок. «Я уже устал бродить по свету!» Бедный медвежонок! Он всегда стеснялся показать свое доброе сердце. «Ладно!» — сказал недокрашенная борода. «Оставайся!» «Дети медвежата всегда ладят!» А машине с поезда уже дал пронзительный гудок, и начальник закричал, «Поезд отправляется по вагонам!» И голубая стрела через открытую дверь выскочила на площадь возле магазина Бифана. Пуговка бежал впереди по следу Франческо. Только поезд разогнался, как вдруг влетел в глубокую лужу. Вода поднялась почти до самых окон, и куклам пришлось подняться на крышу. «Наконец-то мы на воде!» — воскликнул удовольна капитан недокрашенная борода. «Может, дальше продолжим путь на моем паруснике?» Но парусник был слишком мал. И опять умный конструктор тут же все придумал. Рабочий и подъемный кран быстро принялись за работу. Наконец раздались радостные крики «Ура!» Мост был построен. Кран поднял голубую стрелу на мост, и она переправилась на другой берег. Шел сильный снег, было очень холодно, и пуговка потерял свет Франческо. Голубая стрела снова тронулась в путь. Впереди по следу Франческо бежал пуговка. Запах старых башмаков мальчика становился все сильнее. Вдруг вождь индейцев в серебряное перо попросил остановить поезд. Его тонкий слух что-то уловил. «Вы не слышите шум?» «Кто-то прячется в деревьях!» В этот момент послушался хруст ветки. «Да тихо ты, Тереза! Замри! Нас услышали!» «Не могу! Я сейчас упаду!» «Ой, я падаю!» «Да-да, это были волшебницы Бифана и ее служанка!» Оказывается, они долго следили и искали. Летали на своем метле по всей округе, и вот тут-то заметили беглецов. Тереза упала в сугроб, тут же подбежали индейцы и приглазили ее лук и юбку топориком к земле. Первый раз в жизни игрушки не слушались Бифана. Старая волшебница так расстроилась и рассердилась, что, забыв про Терезу, села на метлу и улетела прочь. А ее служанка осталась лежать. «Сеньор Индеес», – жалобно сказала Тереза, – «отпустите меня, пожалуйста!» «А за это я обещаю передать список ребят, которые не получают подарков от Бифаны. Мне их очень жалко. Здесь их имена и адреса. Вы можете найти этих детей и сделать им подарки». Серебряное перо взял список и приказал освободить служанку. Игрушки заняли места в вагонах, и голубая стрела продолжила путь к Франческо. «Стоп, стоп! Это дом Франческо!» – вдруг закричала пуговка машинисту. Выпрыгнул из вагона и побежал на открытую дверь. Поезд остановился, и все с нетерпением замерли в ожидании. Но скоро на пороге появился пуговка, и его глаза смотрели в пол. Он плакал. «В доме никого не живет!» «Неужели нам придется вернуться в магазин Бифаны?» – грустно сказал начальник станции. Но тут Серебряное перо вспомнило списки детей, которые отдала Терезе. «Здесь быть много других Франческо и других детей!» «Да, конечно! Если мы не нашли Франческо, мы должны обрадовать других детей!» – сказал начальник станции. «По вагонам!» И голубая стрела снова в пути. Но на этот раз пуговка не поехала. Он остался на пороге пустого дома, ждать того самого единственного – Франческо. Новым проводником голубой стрелы стал мотоциклист. И он очень гордился своей новой ролью. Как ловко он перескакивал через сугробы и замерзшие лужи, когда надо было остановиться. Мотоциклист поднимал руку вверх. «Стоп!» «Здесь живет девятилетний мальчик Франческо. Кто выходит?» Вышли астронавты. За плечами у них была межпланетная ракета. «Дом девочки Франчески, 7 лет. Кто выходит?» Куклы посовещались и вышли сразу две. Высадив пассажиров, мотоциклист дал газу. «Стоп!» «Здесь живет мальчик Паула, 5 лет. Советую выйти одной марионетке». «Как одной?» Высунулись в окно три марионетки. «Это невозможно!» «Мы всегда были только втроем. Мы не можем разлучаться». «Чух-чух-чух!» Едет дальше голубая стрела. «Стоп!» «Дом девочки Ливии, 8 лет. Кто выходит?» «Здесь нужна кукла», говорит начальник станции. Из кукол осталась одна Нера. Но она не выходила. Она смотрела на сидячего пилота и не хотела с ним расставаться. Вдруг она громко-громко расплакалась. И сидячему пилоту стало жаль ее. Он посадил нее в кабину, взлетел и приземлился возле кровати Ливии. На следующей остановке подошла очередь капитана Недокрашенная Борода. «Дом мальчика Марина», объявил громко мотоциклист. «Марина? Мальчика зовут Марина? Вот и тазик с водой, где, наверное, он играет в кораблике. Значит, ему нравится море. Я выхожу», – обрадовался Недокрашенная Борода. «Только помогите мне спустить корабль на воду». Подъемный кран опустил корабль с капитаном в тазик с водой около постели мальчика. Вот так компания игрушек от дома к дому становилась все меньше и меньше. Голубая стрела летела дальше. Вдруг на двери одного дома игрушки увидели почтовый ящик, полный детских журналов с рисунками индейцев и ковбоев. «Здесь и остановимся», – сказал вождь Серебряное Перо своим индейцам. «Лучших друзей мы не найдем». Теперь в поезде остались только карандаши. А в записной книжке два имени – Франко и Роберто. У дома Франко спрыгнули с поезда карандаши. Они тихо вошли в комнату и вдруг услышали веселый голос мальчика. «Привет!» «Привет!» – хором ответили карандаши. «Ты почему не спишь?» «Не могу уснуть. Сегодня все дети получают подарки. Вот и я жду». Раньше я никогда не получал подарков от Бифана. Как здорово, что она подарила мне карандаши. Когда я вырасту, я буду художником. Ну, тогда мы нарисуем для тебя волшебные картинки». В эту ночь Франко был самым счастливым, а голубая стрела уже летела на всех парах к дому Роберто, который жил возле железнодорожной будки. Так, наконец, игрушечный локомотив выскочил к самой настоящей железной дороге. Машинист, начальник станции и начальник поезда замерли от восторга и вместе подумали, как хорошо, так бы здесь остаться и смотреть на настоящие поезда. Но ведь их ждал мальчик Роберто. «Вижу огоньки дома», – сказал машинист. «Может, здесь живет мальчик Роберто?» – заметил начальник поезда и приказал направить голубую стрелу к железнодорожной будке. Голубая стрела тихонько въехала в дом. Вдруг кто-то радостно воскликнул. «Папа, смотри, какая красивая железная дорога! А рельсы? Их можно положить по всей комнате. Это ты подарил все это на Новый год?» «Нет, Роберто, я не мог бы купить такой дорогой подарок». Но Роберто все равно не поверил отцу, ведь он, как и все мальчики, долго мечтал об игрушечной железной дороге. Вот так счастливо закончилось путешествие голубой стрелы. Только Пуговка, свернувшись калачиком, лежал перед пустым домом Франческо. «Почему в нем нет никого? Где теперь искать друга?» – подумал щенок и решил отправиться на поиски. Пуговка и не знал, что Франческо в это время стоял у магазина Бифаны и смотрел на пустую витрину. «Вот и все игрушки купили, и нет больше моей любимой голубой стрелы, грустно думал Франческо». «Ничего», – пытался успокоить себя Франческо, «ведь у меня все равно нет времени играть». Мама Франческо всегда рано уходила на работу, а папа у него не был. Франческо не только готовил завтрак своим младшим братьям, но и работал по-настоящему. Продавал газеты на улице и конфеты зрителям в кинотеатре. «Здравствуй, Франческо!» – вдруг послышался голос Бифаны. «Я знаю тебе. Тебе нравится голубая стрела, но она сбежала от меня». «Ничего», – ответил Франческо, «все равно у меня нет времени играть». «Но я хочу сделать тебе подарок. Послушай, а хочешь работать у меня?» «Помогать расставлять игрушки на витрине?» И Франческо, конечно же, согласился. «Вот и хорошо. Завтра же и выходи на работу. А сейчас отправляйся домой. Я вызову тебе коляску». Франческо сел в коляску и сразу же уснул. Тем временем Пуговка бегал по городу в поисках Франческо. Он был совсем один. Но разве можно быть на целом свете без друзей? Пуговка подошел к луже и хотел поговорить со своим отражением. «Странно, но за эту ночь я как будто подрос, а на витрине Убифаны я просидел целый год и не вырос ни на один сантиметр». Вдруг послышал лосьцо коньяк копыт и шум колес. «Покатаешь в коляске?» – сказал сам себе Пуговка. «А там будь что будет». Прыгнул и увидел крепко спящего мальчика. «Да ведь это же Франческо!» – радостно вскликнул Пуговка. Сердце щенка от счастья вырвалось из груди. Мальчик открыл глаза и воскликнул. «Щенок, как ты тут оказался? Как ты похож на пуговку из магазина Бифаны? Может быть, это ее подарок? Нет, Бифана дарит игрушки. А это самая настоящая собака». «Да-да, Пуговка перестал быть тряпичным щенком. Настоящее сердце билось у него в груди. И все потому, что он нашел себе друга. «Мы никогда не расстанемся с тобой», – прошептал Франческо Пуговке. «Все игрушки мира не стоят настоящего друга». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова